Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Грани». Сегодня поговорим о ходе призыва, весеннего призыва 2022 года. Мой гость в студии сегодня Алексей Юрьевич Верхотуров, военный комиссар города Новоурайска. Здравствуйте, Алексей Юрьевич! Здравствуйте! Ну, первый вопрос, конечно, про призыв. Мы сегодня наблюдаем, как ребята отправляются. Были уже и торжественные отправки. Призыв начался у нас 1 апреля и закончится он 15 июля. Давайте подведем промежуточные итоги. Сколько у нас ребят сегодня отправились на службу? На сегодняшний день мы 20 юношей уже отправили в российскую армию. Ребята ушли уже в воинских частях, и письма пишут уже, созваниваются с родителями. Все нормально. Ребята служат хорошо. В какие районы отправились, в какие области? Ну, в районы я не могу сказать. Конкретно, вот знаю, что в Московскую область ребята ушли, в Свердловской области остались несколько человек. Ну, в инженерные войска попали, что касается родов войск, воздушно-космические силы, войска национальной гвардии, материально-технического обеспечения. Ну, в общем, расширенный список. Самые разные рода? Самые разные, абсолютно. Мы же ведь прислушиваемся к мнению ребят, и плюс, в первую очередь, конечно же, мы смотрим их профессиональную пригодность. Ну, не могу не задать вопрос. В связи с теми событиями, которые сегодня происходят, конечно, речь о специальной военной операции. Очень родители волнуются и беспокоятся о том, чтобы их детей не отправили на Украину, поскольку, ну, понятно, что это еще юноши, им еще стоит обучиться, может быть, да, где-то вот получить какой-то опыт. И не хотелось бы, чтобы они без опыта туда отправились. Как обстоят с этим дела? Вы знаете, очень хороший, актуальный вопрос. Спасибо. Все ребята, которые уходят служить по призыву, они защищены законом. Законом Российской Федерации, который ограничивает их участие в боевых действиях на территории других стран. А посему ребятам, кто ушел по призыву служить, не грозит отправка, ну, в данном случае, для выполнения специальной военной операции на территории Украины. Ну, не так давно мы видели и очень большое количество информационных сообщений о том, что высшие должностные лица наказаны за то, что они отправляли наших призывников, порядка 600 человек. Это, ну, такой резонанс вызвало среди жителей страны. Поэтому, ну, здесь очень важно соблюдать закон, действительно, и хорошо, что на Уральске, в Свердловской области все эти правила соблюдаются. Да, ну, в данном случае это произошла просто случайность, за которую понесут виновные ответственности в соответствии с законодательством. Ну, в продолжении темы, безусловно, нет тех, кто бы не переживал, не сопереживал тем событиям, которые происходят. И очень много людей, я знаю, из личных разговоров, из информационных сообщений, опять же, хотели бы отправиться и, может быть, выполнить свой воинский долг перед Отечеством, перед Родиной. Они отправляются? То есть, приходят ли к вам с обращениями о том, чтобы отправиться туда служить? Да, конечно. У людей патриотически настроенных, определенная гражданская позиция, ребята приходят в военный комиссариат, мы оформляем контракты, заключают ребята контракты и уходят проходить службу. И даже на территорию Украины такие случаи не редкость. И, пожалуйста, если кто вдруг желает, приходите. Мы рассмотрим обязательно и, соответственно... Алексей Юрьевич, понятно, что помимо социальных гарантий, ну, очень важно иметь какое-то финансовое обеспечение за плечами. Потому что многие, кто отправляются служить по контракту, у них остаются семьи. Конечно, их надо содержать, помогать. Ну, все-таки какое денежное удовольствие остается и получают, да, контрактники, которые, может быть, участвуют в военных действиях или служат просто по контракту? Давайте расскажем. Вы знаете, очень достойное денежное удовольствие выплачивается тем ребятам, которые участвуют в военной операции на Украине. Но она начинается от 200 тысяч и в зависимости от воинского звания, воинской должности и успешного выполнения каких-то задач, ну, там, уничтожение боевой техники, самолетов и так далее. Все это премируется и доходит до 450, ну, там, в зависимости, да, варьируется. Тысяча рублей в месяц. Ну, это очень-очень достойная заработная плата или, скажем так, денежное удовольствие. У военнослужащих так называется денежное удовольствие. Безусловно. Ну, понятно, что ценнее жизни нет никаких денег. Но даже в такой ситуации, когда человек, рискуя своей жизнью, отстаивает право Родины на мирное существование, на мирную жизнь, на мирное небо, конечно, это очень достойное денежное удовольствие. Вы очень, совершенно верно, правы. Ну, понятно, что служба по контракту, она заключается не только в этом, да, сегодня очень много других направлений, вот, именно связанных с контрактниками. Расскажите вообще в целом, вот, контрактник сегодня, да, как он живет, как оформляется этот контракт, какие-то требования, может быть, есть. И, ну, в целом, да, вот, грубо говоря, я решил пойти служить по контракту. Какие гарантии я буду иметь, как военнослужащий, может быть, какие направления, какие родовойски я могу отправиться? Ну, во-первых, контрактная служба – это определенный социальный лифт, и это защищенность военнослужащего, социальная защищенность, это и обеспечение, и денежное довольствие, повышенное денежное довольствие, это и квартирный вопрос обеспечения жильем, это и медицинское бесплатное обеспечение, лечение в госпиталях и санаториях, Министерство обороны, либо других ведомств. Но, если говорить о самом первом шаге, ну, конечно же, шаг первый надо делать с военного комиссариата. Все люди, которые носят погоны, они сделали первый шаг, переступив порог военного комиссариата. Ну, а дальше мои сотрудники, или сотрудники любого другого военного комиссариата, обеспечат информацию, доведут, с чего делать первый шаг. С написания, с выбора, конечно же, воинской части, либо ведомства, и написание заявления. Большую работу проделывают в этом направлении пункт отбора граждан военной службы по контракту, который находится в Екатеринбурге. Он работает на весь субъект России, на всю Свердловскую область. Мы совместно вот с таким вот дуэтом работаем и обеспечиваем ребят контрактной службой. Ну, вот понятно, что молодые люди, которые только, допустим, закончили колледж или институт, они могут прийти, и вот это для них социальный лифт, кадровый лифт, как вы говорите. А что касается тех, кто сегодня находится в запасе, много же таких людей, кто уже отслужил когда-то, может быть, трудится на предприятиях, но в связи с таким вот патриотическим подъемом в стране, в связи с особой ситуацией, может быть, хотел бы вернуться на службу. Или, ну, понял, что все-таки армия, это более чем достойно для какого-то конкретного человека, поэтому решил отправиться. Так же приходить к вам? Совершенно верно. Обязательно прийти в военкомат, рассказать все свои желания. Мы подберем необходимую воинскую часть, необходимую специальность военно-учетную, воинскую, и начнем оформление документов. Я могу сказать, что сейчас возрастной ценз увеличен. Раньше он был до 40 лет мужчины, сейчас он увеличен до 57 лет, даже так вот. Ну и, конечно, вот в нынешней ситуации, я думаю, что и увеличивается конкурс на поступление в высшие военные учебные заведения. Много ли ребят к вам уже пришли, поскольку сейчас как раз конец учебного года. Я думаю, что это планомерная работа, готовились зимы непосредственно, может быть, даже и раньше. Да, ребята, которые собрались поступать в военные институты, они заявления подавали до 1 апреля, в соответствии с нашими указаниями и требованиями. Цифру я вам раскрыть не могу, но много ребят таких, которые выбрали профессию военную в будущем. И очень правильно сделали. Ведь профессия военная – это дело настоящих мужчин и даже некоторых женщин. Потому что девочки тоже выбирают наши выпускницы 11 классов, выбирают военную службу и поступают в военные институты. Как это ни странно, но желание у девчат тоже есть. Поэтому я бы хотел пригласить всех молодых людей, кто планирует служить в армии в будущем, стать офицером будущих выпускников. Пожалуйста, приходите в военный комиссариат, консультируйтесь. Мы вам подробно расскажем, какие вузы, какие экзамены, какие условия приема, какие льготы у будущих выпускников, институтов, офицерские звания, какая карьера, какой статус будут иметь. То есть очень широкий пенсус. Конечно, какие социальные гарантии у этих юношей в будущем. А если говорить о географии, так же по всей стране разъезжаются, по всем учебным заведениям? Вы знаете, выбор у нас колоссально большой. От военно-морских институтов, которые, естественно, находятся вблизи океанов и морей, это и Дальний Восток, это и Черноморское море, и Балтийское море, Северное море, до Центральной России. По всей территории России разбросаны наши военные институты и многопрофильные. Ну вот еще такая особенность, за последние два года увеличилось количество людей, поступающих в медицинские вузы. Но есть ведь и военно-медицинские вузы, то есть готовят будущих полевых медиков, врачей, фельдшеров. Есть ли такие у нас в Новоуральске? Ну, на сегодняшний день пока нет. Надеемся, что есть юноша, который поступает в эту военно-медицинскую академию Санкт-Петербургскую. Ну и удачи ему. Хотелось бы, чтобы он все сдал и был зачислен. Так, ну давайте тогда еще поговорим непосредственно, может быть, о планах. До конца призыва остается чуть меньше месяца. Сколько еще планируете призвать? Сколько, может быть, на комиссию к вам запланировано? Да, мы огромную работу провели в этот период, с 1 апреля, огромную работу. С ребятами, те, которые запланированы у нас проходить службу в армии, мы провели тестирование, собрали весь пакет документов, необходимый для службы. Провели медицинское освидетельствование контрольное. Ну, ребята, в принципе, готовы. Ждем защиты дипломов и вперед. Многие ребята, уже зная о том, что им предстоит после защиты диплома служба в армии, уже приходили в военкомат, записались группами, даже записываются по 2-3 человека в одну команду. Мы только поддерживаем, мы идем навстречу, чтобы проще было пройти адаптированный период. Конечно, когда с другом идешь служить в армии, все проще. Безусловно. Алексей Юрьевич, вот на сегодня мы понимаем, что ковид пока отступил, да, мы не можем загадывать наперед, но призывные комиссии проходят также с соблюдением всех противоэпидемических требований. Вы знаете, мы ослабили эти противоэпидемические требования, гораздо сейчас проще, масочный режим снят, мы тоже не требуем присутствия призывников в масках, но перед отправкой обязательно проводим термометрию, проводим организм призывника, дабы он не заболел обычными болезнями и не было повышенной температуры у него по приезду в Егоршино. Потому что ребята все, без исключения, проходят медицинское освидетельствование и в Егоршино. Поэтому мы не должны допустить распространения, например, каких-то респиратурных заболеваний уже там, на территории, либо в пути следования к воинской части. Мы обязательно проверяем. Обязательно, если выявляем, то снимаем с отправки, конечно, до выздоровления. Ну и вот сегодня у нас с вами есть такая возможность, может быть, какие-то пожелания жителям города, молодежи в связи с выпускными, кто-то поступает, может быть, кто-то планирует на службу как раз скоро отправиться в ряды вооруженных сил. Что пожелаете? Вы знаете, я традиционно желаю всем юношам, желаю хорошего воинского коллектива, чтобы служба прошла бок о бок с теми людьми, с которыми потом будешь всю жизнь дружить, переписываться, с толковыми, нужными командирами, с отцами командирами. Ну, а всем тем, кто собирается, планирует служить, я бы хотел пожелать мира. Ведь на сегодняшний день сложная ситуация вокруг нашей страны, и сплотившись мы все вместе, только так мы можем обеспечить мир нашим детям, безопасность нашим детям и безопасность всем близким. Берегите себя, дорогие юноши. Удачи! Спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Безусловно, это очень важная информация. Защита рубежей Родины, защита семей своих – это дело очень достойное, дело настоящих мужчин. Здорово, что в Новоуральске очень много ребят, которые это дело выбирают для себя. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие зрители, что были с нами. До новых встреч в эфире Новоуральской Вечательной Компании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова